Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина представляет вам обзор Большой Кошачьей Книги. В Большой Кошачьей Книге представлены произведения русских писателей, посвященные котам и кошкам, любимцам взрослых и детей. Не секрет, что очаровательные создания, живущие рядом с нами, оказывают огромное влияние на нас и на наше восприятие окружающего мира. И известные писатели не исключение. И предлагаем вам познакомиться с писателями и их мельчащими героями. Лев Толстой. Котенок. Были брат и сестра, Вася и Катя, и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали ее везде, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали. Над головой кто-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара, а Катя стояла внизу и все спрашивала. Нашел? Нашел? Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей. Нашел! Наша кошка! И у нее котята! Такие чудесные! Иди сюда скорей! Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, дети выбрали себе одного котенка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать. Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котенка. Ветер шевелил солому по дороге, а котенок играл с соломой, и дети радовались на него. Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котенка. Вдруг они услышали, что кто-то громко кричит «Назад! Назад!» и увидели, что скачет охотник, а впереди его две собаки. Увидали котенка и хотят схватить его. А котенок, глупый, вместо того, чтобы бежать, присел к земле, сгорл бил с мину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася, что было духу, пустился к котенку и в одно время с собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котенка, но Вася упал животом на котенка и закрыл его от собак. Охотник подскакал и отогнал собак. А Вася принес домой котенка и уже больше не брал его с собой в поле. Иван Крылов. Щука и кот. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. И дело не пойдет на лад. Да и примечено ста крат, что кто за ремесло чужое братца любит, тот за всегда других упрями и вздарней. Он лучше дело все погубит и рад скорее посмешищем стать света, чем у честных и знающих людей спросить или выслушать разумного совета. Зубастой щуке в мысль пришло за кошечье приняться ремесло. Не знаю, завистью ли ее лукавый мучил или, может быть, ей рыбный стол наскучил. Но только вздумала кота она просить, чтоб взял ее с собою на охоту мышей в амбаре половить. Да полно! Знаешь ли ты, свет, работу? Стал щуке Васька говорить. Смотри, кума, чтоб не озрамиться. Недаром говорится, что дело мастера боится. И полно, куманек! Вот невидаль мышей! Мы лавливали и ершей. Так в добрый час пойдем. Пошли, засели. Натешился, наелся кот, и кумушку проведать он идет. А щука чуть жива лежит разину в рот, и крысы хвосту не отъели. Тут, видя, что куме совсем не в силу труд, кум замертво стащил ее обратно в пруд. Идельно! Это щука, тебе наука. Вперед умнее быть и за мышами не ходить. Константин Ушинский. Орел и кошка. За деревней весело играла кошка со своими котятами. Весеннее солнышко грело, и маленькая семья была очень счастлива. Вдруг, откуда ни возьмись, огромный степной орел. Как молния спустился он с вершины и схватил одного котенка. Не успел еще орел подняться, как мать вцепилась уже в него. Хищник бросил котенка и схватился со старой кошкой. Закипела битва насмерть. Могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы давали орлу большое преимущество. Он рвал кожу кошки и выклевал ей один глаз. Но кошка не потеряла мужества. Крепко вцепилась в орла когтями и перекусила ему правое крыло. Теперь уже победа стала клониться на сторону кошки. Но орел все еще был силен, а кошка уже устала. Однако же она собрала свои последние силы, сделала ловкий прыжок и повалила орла на землю. В ту же минуту откусила она ему голову и, забыв свои собственные раны, принялась облизывать своего израненного котенка. Константин Ушинский, Васька. Котичек-коток, серенький лобок. Ласков, Вася, да хитер. Лапки бархатные, ноготок остер. У Васютки ушки чутки, усы длинные, шубка шелковая. Ласкается кот, выгибается, хвостиком беляет, глазки закрывает, песенки поет. А попалась мышка, не прогневайся. Глазки-то большие, лапки-то стальные, зубки-то кривые, когти выпускные. Саша Черный про кота. Раньше всех проснулся кот, поднял рыжий хвост столбом, спинку выпетил горбом и во весь кошачий рот, как зевнет. Мур, умыться бы не грех, вместо мыла язычок. Кот свернулся на бочок и давай лизать свой мех, просто смех. И умывшись, в кухню шмык скажет «Здравствуйте, метле!» и пошарит на столе. Где вчерашний жирный сик? Съел бы вмиг. В доме встали, кот к окну. Мур, на ветке шесть ворон. Хвост забился, когти вон. Смотрит кот на вышину, на сосну. Насмотрелся, да во двор. Зашипел на индюка, пролетел вдоль чердака и разрыв помойки сор на забор. Убежал, разинув рот. Только к вечеру домой весь в царапках, злой, хромой, долго точит когти. Кот, а комод. Ночь. Кот тронет лапкой дверь, проберется в коридор и сидит в углу, как вор. Тише, мыши! Здесь теперь страшный зверь. Нет мышей. Кот сел на стул и зевает. Где прилечь? Тихо прыгнул он на печь. Затянул мурлы, вздохнул и заснул. Александр Афанасьев. Кот и пес. Давным-давно, во времена царя Гороха, каждое домашнее животное имело свой документ, в котором было написано, где и у кого оно живет. Животные держали своих хозяев и не бродили, где попало по белу свету. В одной крестьянской избушке жили кот и пес. И так они крепко дружили, что водой не разольешь. Вместе ели, вместе гуляли и охотились. В одно время спать ложились. Кот на теплой печке, а пес в углу, возле двери. Долго они жили без забот, пока не одолела их скука. Что за жизнь такая, заскулил пес, даже не полаешь в волю. И на чужой печи не полежишь, забурлыкал кот, чужих колбас не понюхаешь. Ворчали они, так ворчали, и решили пойти на белый свет посмотреть. Бросили темную, обжитую избушку, взяли документы и подались, куда глаза глядят. День идут, другой идут, а на третьей дорогу приградила большая река. Для пса это не преграда, он плавать умеет. А кот обмакнул лапу и как ошпаренный отскочил от воды. Если б я имел сапоги, говорит, так перешел бы. А босыми ногами мне этой преградой не одолеть. Не грусти, отозвался пес, разве мы не друзья? Садись, браток, на меня и так глянуться не успеешь, как мы очутимся на дом-берегу. Только документ мы держи, чтобы не намок. Пристроился кот на спине у друга, а документы в зубы взял, чтоб в реку не уронить. И поплыли. Река очень широкая оказалась. Час плыву, другой, все молча. Скучно стало псу. Как тебе, браток, сидится, спрашивают у кота? Не подмывает ли вода? Кот и рад бы ответить, да боится рот разинуть, так как в зубах документ держит. А пес не отстает, ему говорить хочется. А может, ты там задремал, сухим на теплом сидя? Кот все равно молчит, за документы трясется. Ага, ага, в гав, развозделся пес, когда они плыли посередине реки. Тебе, наверное, самому плыть захотелось, слезай с меня. Браток, не губи, законючил кот, и давай хвалить пса за мудрость и верность дружбе. А документы их тем временем фырр в воду и поплыли. Увидел кот, что случилось, но собаке не гу-гу, побоялся, как бы саму не очутиться в воде. Наконец, добрались до берега. Спросил пес про свой документ, а кот лапами развел, нету, говорит, сам браток виноват, не по своему желанию раскрыл я рот. Набросился пес на друга, зубы оскалил, кот испугался, давай обороняться. Драка началась, пес хотел кота на куски разорвать, а кот норовил псу глаза выцарапать. И с тех пор нет между ними мира, когда они встретятся. И не даром о соседях, которые часто ссорятся, люди говорят, живут, как кошка с собакой. КОНЕЦ